Фон из образовательного события. Я очень благодарна всем экспертам, потому что это было сложно, это было очень трудоемко по времени для наших педагогов и для наших экспертов, и для наших участников. Но если участники имели возможность и право, их никто не отслеживал, не могли приходить или не приходить, то мы, эксперты, обязаны быть на странице, помогать, анализировать. И, конечно, мы очень благодарны, вот когда Лариса Владимировна вас не было, все спрашивали, ну, Лариса Владимировна будет. Всем очень хотелось услышать ваше компетентное мнение. И, конечно, все были благодарны Татьяне Александровне, потому что много идей, много помощи, много всяких моментов, которые именно связаны с развитием детской деятельности, с голосом ребенка, с поддержкой детской инициативы и вообще с изюминками, какими-то точками роста образовательного процесса Татьяна Александровна все время озвучивала. Ну и остальные наши эксперты, по крайней мере, пробовали себя в роли эксперта, это очень важно, и знакомились уже с той деятельностью, которая есть. Мария Александровна вообще всех хвалит, всех любит и всех по головке гладит. Я вот тут ругаюсь, она говорит, ну вот. Ну, я стараюсь найти какие-то вот плюсы, то есть те моменты, от которых нам нужно отталкиваться. Это, знаете, как в полицейских фильмах много сейчас идет. Добрый следователь и злой. Я вот все время функционал выхожу на ту ситуацию, в которой я злой. Ну вот как хотите, такого руководителя. Ладно, да, Елена Владимировна, конечно, это обязательно. Есть такая ситуация. Ну что, уважаемые коллеги, здесь вот пишет Владикавказ, Фатима Фейтоновна, спасибо. Очень интересные проекты, много вопросов, потому что мы уже вникли, мы в теме особое внимание, особое спасибо экспертам. Да, эксперты, большое вам спасибо. Ну, Лариса Владимировна, думайте, как мы вас можем наградить. Татьяна Александровна, ваши книги, ваш что-то не падает. В принципе, да. И Лариса Давидова тоже отправлю вам, конечно, за хороший вопрос. Ну, и Елена Александровна, конечно, конечно. Приезжайте в гости, смотрите, мы здесь. Итак, уважаемые коллеги, мы закончили данный марафон. Я думаю, что он принес много положительных позиций у каждого. По крайней мере, я вижу, что начали обращать внимание на ребенка. Уже все в своих выступлениях говорят о том, что проблема в педагогах, и она, конечно, в педагогах. Это очень было откровенно видно. Я думаю, что сегодня на круглом столе мы сможем об этом говорить. И мы плавно так перетекаем на круглый стол, который ориентирован на те проблемы, на тот опыт, на практику, которая, в принципе, у вас возникла в результате апробации данной образовательной технологии. Я не зря говорила о том, что образовательная технология, образовательное событие универсальное, потому что в ней и утренний круг вы его показали, и развивающий диалог вы его показали, и голос ребенка вы старались показывать. И компетенция педагога не только в том плане, чтобы поддержать педагога, но мы понимаем, что развитие проекта или развитие образовательного события, или тематической недели – это все и знамевая компетенция педагога, и его практический опыт, и, конечно, умение в любом случае, у кого-то получилось образовательное событие, и умение его держать ситуацию под контролем, у кого-то проект, у кого-то тематическая неделя и так далее, все равно выскажу боль, вы же знаете, что я не могу не высказаться. Но меня очень удивило, мне казалось, мы так хорошо разбираем вот эти события все, мне казалось, что мы все больше даем точек, на которые надо обратить внимание, а у нас с каждым разом было все больше то проектов, то тематических недель. И, в принципе, я смогла только выбрать несколько, по крайней мере, коллективов дошкольных образовательных организаций, которые на сегодняшний день стали экспертами в нашем образовательном событии, и те, которые или смогли представить образовательное событие, а вы как раз сейчас их вспомните, увидите, или проанализировали то, которое было готово уже, но с позиции того, как они бы изменили это образовательное событие. И на сегодняшний день у нас экспертами остаются Мария Владимировна и Татьяна Александровна, и Мария Александровна, и в эксперты зашла и дошкольных образовательных организаций, но, тем не менее, наши предыдущие эксперты, наши такие магистры, будем так говорить, по образовательному событию, они нам будут помогать вести круглый стол, корректировать ответы наших экспертов, потому что сегодня наш круглый стол мы ведем с вами благодаря тем экспертам, которых я выбрала, по окончанию каждого нашего дня, когда, еще раз повторюсь, или они могли представить, или они могли обсудить, или они могли проанализировать свое образовательное событие. Я проверяю, в то же время называю. Итак, детский сад 96-й, город Владикавказ. Образовые, смотрите на них, они как раз вчера нам представляли, в принципе, проанализировались, справились, смогли. Детский, не помню ваши проекты, вспоминайте сами. Детский сад 3-й, город Владикавказ. У нас Владикавказ зажигает в этот раз, потому что, ну, поняли, смогли. И тут целых 5 детских садов Владикавказа, так в перемешечку немножко остальные, но тем не менее. Дальше. Детский сад Колокольчик, город Медынь. Пожалуйста, вы должны быть на связи. Да, Оксана Яковлевна подключилась. Дальше у нас школа Новокосино. Пожалуйста, включайтесь, Анна. Знаю, что вы где-то были, видела, что вы где-то присутствовали. Да, вот Новокосино внизу, только видно макушку Анину. Детский сад, да, 52, город Владикавказ. Да, 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 приветствую, вижу, что. Детский сад 59, Инесса Александровна, да, вас вижу. Так, ну и у нас еще, ко всему прочему, от города Сарапула преподаватель педагогического колледжа. Это что такое-то? Анастасия Александровна Коллегина и Мария Александровна Сизова. Вот я сейчас дам слово Ларисе Владимировне, чтобы она все-таки немножко своих впечатлений и высказалась по поводу нашего марафона, что будет являться таким началом круглого стола. А дальше готовятся наши эксперты и по вопросам пойдем, что же наши коллеги все-таки стали задавать для того, чтобы понять. И если у вас есть еще вопросы дополнительные, что-то будет непонятно, я прошу коллег, те, которые не эксперты, задавать вопросы. Ну а эксперты будут отвечать на них. Лариса Владимировна, вам слово, у вас только 10 минут. Ох ты, даже 10. Можете короче, потому что мне главное регламент, вы же знаете, что... Спасибо, спасибо. Ну я просто хочу свои впечатления рассказать и как я вижу немножечко, вот что сейчас происходит и какие у нас есть перспективы. Во-первых, большое спасибо, такой мощный марафон был, это было достаточно интересно. Что я увидела? Я увидела, что это нелегко. Да, действительно, очень есть какие-то, наверное, то есть я не могу понять, то ли не очень удачно было описано, но почему-то в выборе образовательного события многие пошли именно по принципу тематической недели или проекта. Наверное, я думаю, почему это было, потому что это уже знакомо. Это уже знакомо и в образовательном событии многие нашли вот эти отголоски, ну и посчитали, в общем-то, что это оно и есть как раз тематическая неделя или проектная неделя, такая достаточно известная уже. Но, понимаете, здесь вот надо же понять, а зачем тогда еще одна книга, если это все то же самое, значит, разница какая-то же есть. И вот постараться между строк все-таки обнаружить эту разницу. Мне казалось, что мы достаточно так, ну, подробно старались описать, и то, что там в книге есть сценарий, честно говоря, этого очень не хотелось, потому что изначально был испуг заранее, что коллеги воспримут это вот именно как план, как сценарий, которому надо двигаться. И почему я пыталась тоже в книге сказать, что основной сценарий это тот, который получился в конце, не тот, который изначально был запланирован, а все-таки тот, который получился в конце, в результате. Что я еще, на что я еще обратила внимание? Обратила я внимание на то, что мы продолжаем использовать детей как статистов, которые реализуют наши красивые планы. Вот эта многолетняя привычка показывать, показательное такое занятие устраивать, или даже цепочку занятий и представлять ее потом в виде презентации, она играет с нами злую шутку. Я не знаю, откуда это пошло, на моей памяти это пошло примерно с 2000 года, когда вдруг вот это началось, ввести детей в зал, слава богу. Знаете, вот здесь я не видела, кроме праздников, я не видела, чтобы вводили детей в зал, но это до сих пор, в общем-то, существует. Все-таки хорошо, что уже локализовалось все внутри одной группы, но тем не менее, все равно очень хорошо просматриваются дети-статисты, дети-исполнители наших планов. Но опять же, обращусь к книге про универсальные ориентиры, что когда дети действуют по нашим планам, мы развиваем в них. Что? Развиваем. Это не то, что не развивающее занятие. Любое занятие всегда, любое событие всегда развивающее. Вопрос только, что мы развиваем. Развиваем обычно в таких случаях без инициативность, пассивность и выученную беспомощность. Когда ребенок движется за планом взрослого. А зачем мне что-то планировать, что-то придумывать, когда за меня уже, в общем-то, все сделали. Вот это тоже нужно иметь в виду. Очень важно, и мне понравилось, что вот после такой пламенной речи Ольги Евгеньевне, не помню на какой из наших встреч, но вот, по крайней мере, сегодня я уже увидела анализ. Анализ того, что трудно, если я не ошибаюсь, Владикавказ, да, говорил, что трудно. Мы не можем уйти от классической схемы, мы не можем уйти от педагога, ведущего все, отказаться от этого трудно. Знаете, одно признание себе самому в этом, это уже большое дело. Но при этом очень бы хотелось еще услышать про маленькие радости. Да, может, у меня в целом не получилось, но коллеги, это я имею в виду, я была бы счастлива услышать, но Лариса Владимировна, а вот здесь я ведь перешагнула себя, у меня такого не было. Я впервые это сделала там, пошла за ребенком, и я увидела, что это дало. Вот такие малюсенькие шажочки, они и помогут как раз преодолеть себя. Очень сложно сразу выйти, а вот это все уже не так, а теперь мы все сделаем правильно. Нет, это достаточно тяжело. Более того, скажут, до сих пор еще я преодолеваю кое-какие-то вещи, я еще учусь, до сих пор еще учусь. Более того, мы записываем на видео собственные вещи, а потом я так вот сижу и смотрю. И смотрю не для того, чтобы там себя посыпать пеплом, а какая. Я смотрю, вот ага, вот смотрю. Я здесь не обратила внимания, что вот эти мои фразы не пошли на детей. Вот здесь вот я того не заметила. А вот здесь я не заметила такую вещь, которая могла бы повернуть разговор в другую сторону. То есть вот, знаете, про сессию педагога, она сейчас такая, она очень рефлексирующая. Да не сейчас, она вообще должна быть такая. Мы смотрим, как каждое наше действие отражается на детях. Что мы делаем? Мы что-то задумываем, потом мы осуществляем маленькую пробу, а потом мы должны проанализировать, что пошло, не пошло, как я это увидела. Вот тоже не хватает вот такого анализа. Но что я заметила? Я заметила, что вы же как бы кластерами собраны, вот города, да? Владикавка, Саратовск, то есть у вас получается уже маленькое свое педагогическое сообщество внутри города. И здорово будет, если вы продолжите, уже не марафон, нет, а вы продолжите внутри себя какие-то свои сборы, где вы будете не рассказывать, вау, как я вот у меня такое прям событие произошло, и рассказывать от и до, а рассказывать про маленькие пробы, где вы что увидели, как у вас это получилось, или проблема. Тоже не хватило того, что я придумала, ведь не может же быть все идеально, но бывает же. Вот знаете, я придумала, я это сделала, но потом, когда я анализировала, мне показалось, что нет, оно не пошло. Вот этот прием я, пожалуй, уже использовать не буду, потому что, ну нет, дети не взяли, дети разбежались. Я тут бегаю с интересной идеей, а им она вот абсолютно не важна. Знаете, это надо честно говорить, иначе мы живем в мире каких-то фантазий, потому что у меня иногда, когда я читаю сборники конспектов, каких-то статьи там какие-то методические, у меня такое ощущение, что я вообще детей не знаю, это какие-то другие дети. Что-то мне вот такие не попадались на моем пути. Педагогическая работа сейчас, это работа достаточно честная. У нас проблемы разные, одинаковые, у нас дети разные, у нас разные подходы. У нас, ну, обязательно есть проблемы, и очень интересно о них поговорить. Прислабили у вас одна минута. Да, поэтому вот я хотела сказать, что мне очень импонировало то, что люди из таких кластеров, я бы хотела услышать, что они собираются вместе, они обсуждают, и за этим будущее вообще наше. Давайте уже переходить с показательных мероприятий на разговоры профессиональные. Спасибо. Татьяна Александровна, вам всего пять минут на пораду, вы книгу не писали. Знаете, я люблю писать, я всегда фиксирую, потому что мне это тоже размышление и для моих педагогов, хотя в этот раз у нас первое издание участвуют, тоже наши педагоги. Но, тем не менее, что я вам хочу сказать. Конечно, я увидела то, что дошколка жива. Это браво, это здорово. То, что вы фонтанируете, есть идеи, но пока еще мы не видим такого глобального результата, потому что это новизна. В новизне всегда нужно, знаете, как прийти самому, не кто-то, и самому вникнуть в суть этой проблемы. Сначала вы вникаете, потом вы туда погружаете свой педагогический коллектив. Вот у нас на следующий, 26 числа у нас пройдет такой вот педагогический тоже, скажем, очень интересное событие, мы обязательно для вас его выложим. Я вам что хочу сказать. Торопиться не надо, не спешите никогда. Дайте возможность вжиться детям в эти события. Дайте им возможность, кто вас куда гонит. Дети сами могут выбрать, сколько по времени временной отрезок они будут делать то или другое действие. Не надо бежать вот за красивыми картинками. Они нам с вами не помощники. Нам помощники, инструменты, с помощью которых мы работаем. Я хочу, чтобы у вас появились эти инструменты. И я точно так же радеясь за вот это сетевое взаимодействие наших, скажем, вот этих площадок инновационных внутри каждого, ну, мегаполиса, там, скажем, или там республики. Это здорово. А потом мы объединимся и, может быть, мы устроим такой дискуссионный диалог. Это тоже будет очень интересно. Когда наработали одни, наработали другие. И мы с вами тогда точно технологические карты составим. Мы будем знать этот путь. Хотя вы, вот несколько из вас, когда нам рассказывали о своих подходах, и вы там искали вот эти ключики, чем отличается образовательное событие. Но вы его, слава богу, нашли на бумаге, но внутри еще нет. Вам есть куда двигаться. Я вам желаю движения вперед и преобразования себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Мы уже объединены в сети инновационных площадок. У нас есть разное сообщество, разные группы и так далее. Так что я думаю, что мы не будем выделять отдельно уже нашу территорию. Мы все вместе уже не первый год. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я недопредоставила наших людей. Третий детский сад в городе Доволу и Кавказа. Приветствую вас. Вижу, что вы с нами. И 123-й детский сад в городе Рязани. Да, пожалуйста, 123-й. Вижу, откройтесь, пожалуйста. Чтобы вас все видели и чтобы видели своих героев в этой ситуации. Итак, мы начинаем отвечать на вопросы. Анастасия Александровна, готовьтесь, первый ваш. Как не уйти в проектную деятельность или в тематическую неделю в образовательном событии? Пожалуйста, это был вопрос. И Анастасия Александровна приготовилась. А наша Лариса Владимировна, Татьяна Александровна, ну и Мария Александровна, да, помогают, в принципе, если хотят добавить. Но давайте договоримся. Каждый вопрос не более трех людей, потому что вопросов 45. Услышали. Значит, работают люди, раз есть вопросы. Анастасия Александровна, допустим, пожалуйста, вам слово. Итак, ну, в первую очередь, чтобы не уйти в проектную деятельность или в тематическую неделю, а все-таки остаться в образовательном событии, надо в первую очередь не жестко регламентировать детей, а именно идти от интересов детей и прислушиваться к ребенку в первую очередь. То есть выстраивая свое событие, ориентироваться в первую очередь не только на тот план, который вы наметили для себя, и не стараться всеми силами и всеми своими возможностями увести и увлечь детей именно за собой, а все-таки обращать внимание на интерес ребенка и на то, как он видит это событие. А он может видеть его совсем по-другому. Спасибо. Лариса Владимировна, Татьяна Александровна. Ну, Лариса Владимировна, давайте, а потом я. Звук, звук, звук. Извините. Я тоже хочу сказать, чтобы не уйти в проектную деятельность, можно как бы для себя как шпаргалочку сделать. Вот проектная деятельность – это вопрос, что мы хотим узнать. И мы хотим узнать. А в образовательном событии мы это хотим узнать для чего-то. Вот это нам нужно в этой истории. Вот мы без этого просто дальше не пойдем. Вот проектная деятельность, она как бы заканчивается. Она конечна, она закончилась, все, мы узнали результат, мы сделали что-то. А вот в образовательном событии это было крайне нужно, иначе мы просто дальше идти не можем. И вот мы, наконец, мы выяснили что-то для себя, и теперь с этим знанием мы продолжаем двигаться к той цели, которая поставлена в образовательном событии. Это для чего это нужно. Спасибо. Татьяна Александровна, коротко. Да, ну я бы хотела сказать, чтобы не уйти в проект и другие виды деятельности. Это, конечно, будоражащий интерес, и это в первую очередь, мне кажется, отсутствие опыта у детей. Вот тогда это будет интересно. Спасибо. Отлично. Если у коллег есть какие-то добавления у участников, а сегодня у нас на платформе, ох, как мало, 50 человек, это что такое? Ждется поругаться мне с инновационными площадками. Можете дополнять, можете поднимать руку, я, конечно, вас увижу. Итак, школа Новокосино готовили ответ. Всегда ли нужно развертывать образовательные события по инициативе ребенка? А если их будет несколько, как воспитателю выбрать? Добрый день. Добрый день. Конечно, инициатива, она важна, да, и очень важно идти всегда от интереса и инициативы ребенка, так как она определяет аффект, который тесно связан с его интеллектуальной деятельностью. Но никто не говорит и не отрицает планирование, да, как регламентирование образовательное действие. И любое образовательное событие, конечно, независимо от его типа, структуры, как оно появляется, должно прежде всего обсуждаться и начинаться взрослого человека. И вопросы эти он прежде всего относит к себе, да, что я могу сделать, как изменится, то есть каким мы идем результатом, да, что изменится в группе, что я могу задействовать. Поэтому интерес всегда, он как бы важен, да, его, как бы сказать, инициатива ребенка, инициатива детей, но и мы не умаляем действия педагога взрослого человека. Спасибо. Пожалуйста, Лариса Владимировна, Татьяна Александровна. Я полностью соглашусь. Действительно, нет, совершенно, кратко отвечу, нет, за интересом детей не обязательно всегда идти. Потом интересы у них бывают разные. Действительно, они хотят познавать или им достаточно просто краской ответить, да. И поделиться со взрослым, это может быть просто возможность пообщаться с педагогом. Ну вот именно, да, и потом даже если он что-то хочет узнать, то вполне возможно, что он удостоится нашим ответом. Дети улетают на юг, все. Спасибо. Татьяна Александровна. Татьяна Александровна пропала, но, в принципе, мы соглашаемся, да, спасибо большое, Анна. И если у наших коллег нет, Татьяна Александровна, да. Я бы хотела сказать, что в вашей книге, Лариса Владимировна, там написано, что это не обязательно только инициатива детей, это может быть и календарное событие, это может быть и педагог, это может быть и его провокация. Все зависит от, скажем, профессионализма педагога, как он к этому подходит. Спасибо. Следующий вопрос, который наши коллеги задают, понимание актуальности образовательного события для детей. В чем 123-й детский сад, город Рязань? Город Рязань, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. У нас были другие вопросы. У нас вопросы, если в ходе запланированного проекта зародилось образовательное событие, то каждое мероприятие реализуется педагогом самостоятельно, или они друг друга взаимно дополняют? Ну, у вас этот вопрос тоже, но отвечайте, который озвучили. Итак, мы считаем, что если в ходе проекта педагог определил детский дефицит или родилась интересная тема будущего образовательного события, то это необходимо зафиксировать и впоследствии наполнить содержанием. Но возможен вариант, при котором педагог создаст проблемную ситуацию, в которой проект станет одной из необходимых составляющих вот этого образовательного события. Ведь цель проекта является ответ на какой-то поставленный вопрос. А технология образовательного события тем и уникальна, что может сочетать в себе любую детскую активность. И проект как раз может служить подготовительной составляющей к образовательному событию. Вот там, к примеру, отправляясь в поход, детям обязательно потребуется ранее изготовленный, к примеру, каталог ядовитых растений, которые можно встретить в лесу. То есть вот поэтому как раз проект и результаты этого проекта обязательно ребятам пригодятся. И если этот проект был нужен и важен и остался в группе, ребята обязательно к нему вернутся, так скажем, и решат взять его с собой в путешествие. То есть это уже будет их инициатива, так как это был проект их деятельности. Спасибо большое. Коллеги-эксперты. Я все-таки за то, чтобы не внутри проекта рождалось какое-то событие, а все-таки в событии рождался проект. Потому что еще раз повторю, что проект он более такой краткосрочный. И то, что мы там узнаем, это обязательно нужно для движения вперед в этом образовательном событии. Но в проекте, вероятно, может нащупаться какой-то дефицит, который впоследствии может превратиться в событие. Дефицит. Спасибо. То есть могут быть разные варианты. Диана Александровна, пожалуйста. Но в проекте мы не видим столкновений сильно, а проект это просто мы сброшены вперед. Поэтому образовательные события это отдельная структурная единица совершенно отдельного образовательного, скажем, действия. Спасибо большое. И Елена, вам спасибо большое и за дополнение нашим коллегам. Ну то есть мы понимаем, да, вариантов может быть нам надо много, но мы должны все-таки слышать, видеть и понимать, создавать условия, в которых могут быть такие вот выстрелы детские, которые могут позволить организовать и ситуацию и образовательного события. И проекты тоже может пойти от инициативы детей, от какого-то вопроса, который необходимо решить. И здесь много может быть разных подходов. 96-й Владикавказ, готовьтесь. В чем вы видите проблему при организации образовательного события? Ну, отвечая на данный вопрос, хочется сказать, Лариса Владимировна, что несмотря на наши проблемы, мы все-таки имеем и победы при реализации этого образовательного события. Ну, с какими проблемами столкнулись именно мы сами? Во-первых, зачастую для нас, педагогов, привычным форматом образовательной деятельности остается что-то заранее запланированное, приготовленное, распределенное и, конечно, уже выдающиеся детям почти в готовом виде. Вот нам так удобно. Наверное, потому что есть уже четкий план, по которому не предполагаются неожиданности. И вся деятельность заранее спланирована. Уже запланированные цели ведут нас к запланированным результатам. И вот здесь никаких неожиданностей для нас. Это хорошо. Но мы понимаем, что такие навязанные цели освобождают детей от самостоятельности и инициативы. А это нарушение пункта 4.6 в ГОСАДО. Будем перестраиваться. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что мы вынуждены действовать в ситуации неопределенности, как я уже ранее говорила. Так как не знаем, куда поведут нас дети. Мы должны идти за ними. То есть возможны разные варианты развития ситуации. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это то, как вы уже сказали, что важно не уйти или в тематическое планирование, или в проектную деятельность. Но вот как найти вот эту тоненькую-тоненькую ниточку отличия, чтобы реализовать именно самообразовательное событие? Ну, нам сложно. В голове вроде бы сложилось представление. На практике будем стараться. Следующая проблема нас, педагогов, это то, что мы не можем вовремя остановиться. Но все мы понимаем, что мы очень творческие, и у нас много идей. И все хочется осуществить и получить результаты сегодня, сейчас, а тем более продукты, продуктивные результаты детей, чтобы они были красочные, яркие. Но мы понимаем, что это не позволяет в полной мере раскрыть личность ребенка. И самая большая проблема для нас, педагогов, ну, нам приходилось прилагать, скажем, для себя большие усилия, что мы сдерживали себя, свою инициативу, как педагога. И нам было очень сложно не навязывать свое, ну, будем говорить, правильное мнение, тем самым предоставить свободу инициативу детей. И в нашем образовательном событии мы хотим сказать, что у нас получилось. Мы себя связали чуть ли не смирительной рубашкой, но у нас это получилось. И для нас это была победа. Ну, вот я ответила на вопрос. Спасибо. Эксперты, может быть, у вас нет дополнений? Ну, вот Эли Сингер это называла, воспитатель должен сесть себе на руки. И у меня есть небольшое, как бы, тоже дополнение. Еще одна проблема. Мы работаем постоянно на расширение кругозора. Столько тем, которые мы хотим дать. Вот что бедный ребенок будет делать, если он не узнает о перелетных птицах? Ничего страшного с ним не произойдет. Когда ему будет надо, вот мне сейчас надо понять на датчик, кто ко мне прилетает. Вот сейчас я это и узнаю. Но я знаю, как это узнать. Вот. Слишком мы завязаны темы. Мы им не расскажем про помидоры. А, все. Да ничего не будет. Наша задача универсальная. Универсальная. Научить ребенка общаться. Научить задавать вопросы. Научить аргументировать. Научить высказывать свое мнение. Научить классифицировать. Это важно. Это в овощах важнее, чем овощи сами. Научить их к определенной группе. Располагать в определенной группе. Вот универсальные вещи, они более важны. А тем немерено. Мы все не можем обойти. Ну, я обращаю внимание, конечно, на программу, по которой работаем. Надо все равно ориентироваться на содержание. Ведь там специально разработано оно для того, чтобы понимать. И это содержание ориентировано на возрастные особенности. На то, что ребенок может понять, принять и в чем его смысл в деятельности. Ирина Александровна, не обережаем экспертов. Я вижу, что вы хотите. Татьяна Александровна, может, у вас нечего сказать? Есть. У меня что? Проблема образовательного события, она кроется в том, что мы не знакомимся с понятийным аппаратом. И не понимаем суть и глубину вот этих вот основных, основополагающих, скажем, структуры и понятий, что такое развитие, что такое образовательное событие, что такое там коммуникативные вот эти все связи, что такое универсальная компетенция, чем отличается проект, чем он отличается от другого вида деятельности. Вот это проблема. Спасибо. Ирина Александровна, пожалуйста. У меня такой маленький пример из жизни. Только быстро, одна минута. Подготовительная группа ребенок не знает дней недели. Воспитатель, ну это было давно уже, воспитатель к родителям. Что же такое? Маша никак не знает, не выучит дней недели. На что родители говорят. Ну и что? Когда нужно будет, тогда и выучит. Она же все равно будет знать дней недели. Будет, конечно. Спасибо большое. Следующий вопрос задаем Марии Александровне Сизовой, нашему эксперту. Складывается впечатление, что мы вновь становимся воспитателями. В определенные рамки должно быть вот так, а не иначе. Иначе не событие. Может воспитателю, как и детям, дать свободу и возможность проявлять свою инициативу? Ну вообще нужно сказать, что любая технология, вне зависимости от того, о чем мы говорим, она подразумевает, реализуется по определенным правилам. Что-то мы можем, что-то может быть вариативно, но в целом есть определенные правила, которые нужно соблюдать обязательно. Если мы будем делать иначе, то у нас просто получится что-то другое. Рассматривая вопрос об инициативе воспитателя, мы должны понимать, в каких сферах она может проявляться. Возможно, это будет некая педагогическая инициатива в том, что воспитатель хочет освоить новые технологии, он смотрит литературу, он смотрит какие-то опытные материалы и так далее. Это одна история. Но здесь я боюсь, что в вопросе идет речь о другом. О том, что дать воспитателю инициативу именно в проведении образовательного события, тогда это нет. Потому что именно эта технология подразумевает то, что мы идем за инициативой ребенка, мы идем за его интересом. Работая по данной технологии, воспитателю важно отойти в сторону, дать возможность ребенку проявить себя, столкнуться с какой-то проблемой, самому попытаться найти решение, выход из этой ситуации. Спасибо большое, коллеги-эксперты. Я хочу сказать, что у нас образовательные события, это не единственная образовательная форма, даже в программе от рождения до школы их несколько. И более того, образовательные события, они тоже отличаются друг от друга. Это не новый термин, они отличаются. В данном случае мы описывали то, как должно быть построено, вот на наш взгляд, тех, кто топит за программу от рождения до школы, так скажем. И да, конечно, наверняка, это все достойно обсуждения. Педагог может что-то делать по-своему, но, во-первых, ориентироваться на ФГОС, на те ориентиры, которые он нам дает. Убедиться, что да, действительно, в моем предложении, то, что как я повернул события, мы как раз это все выполняем. И опять же хочу сказать, вот, ну, не надо самих себя обманывать, убеждать, что мы это сделали, нам это интересно. Это не профессионально. Профессионально разбираться. Татьяна Александровна. Событий достаточно места любому педагогу. И пути столкновения, и умение фиксировать, и умение найти выход из этой ситуации, быть подложкой для того, чтобы вот эта провокация состоялась, для того, чтобы можно найти пути выхода вот этой проблемы. И я думаю, что здесь вот, скажем, жесткости такой я не увидела в этом образовательном событии. И действительно, это одна из форм, вот и все. Совершенно верно. Спасибо большое. Ну что, Медынь, Оксана Яковлевна, пожалуйста. Воспитатель зачастую увлекается ролью режиссера, оставляя без внимания голос ребенка. Как быть, по вашему мнению? Добрый день, уважаемые коллеги. На мой взгляд, частично на этот вопрос уже был сегодня дан ответ. Потому что мы считаем, что причина кроется прежде всего в нас, воспитателях, и это отмечают все участники нашей большой-большой программы. Это устоявшаяся внутренняя позиция методической знаниевой парадигмы, которая часто закреплена и четко закреплена именно внутри. Я учу, я веду, я предложу. И ребенок не субъект, как это предполагается, а объект воспитания. И об этом говорили уже наши коллеги. Это мы учили нас когда-то в педагогических учебных заведениях, но запросы времени давно изменили эти ориентиры. Но по собственным наблюдениям хочу отметить, что голос ребенка звучит очень интересно и оригинально, но мы не всегда готовы его услышать. Воспитатели порой на подсознательном уровне режиссируют деятельность сам, не замечая проблемы. Ребенка никто не услышал, а просто подтолкнул к деятельности, предложенной взрослым. Серьезные изменения нужно вносить в формирование развивающей предметно-пространственной среды, как условия для развития самостоятельности и активности ребенка. Уходя от стереотипов, громоздкой стационарной мебели, стоящей годами на одном месте, стараясь максимально спрямировать условия для самостоятельной детской активности. Хочу привести пример. Буквально вот у нас сейчас развивается образовательное событие, которое называется «Животные жарких стран». И вот вчера, заходя в группу, я увидела, как дети подошли в наш любимый уголок, который называется «Центр семья», да, и начали стихийно убирать все, что там есть, какие-то там игрушки пластиковые, круассаны, кружки и так далее, и стали говорить о том, что «Внимание, на нас надвигается песчаная буря». Вы понимаете, вот почему после завтрака вдруг они встали и пошли в уголок семьи, стала надвигаться песчаная буря. Вот здесь надо не готовиться к занятиям, как это делает воспитатель с утра во время, где-то там без 10-9, да, а нужно было услышать, сесть, зафиксировать и пойти по пути развития ребенка с точки зрения голоса ребенка. «Голос ребенка. Актуальная позиция. Технологии инновационное издание программы «От рождения до школы» хорошим выходом из ситуации предлагает вот такие вот марафоны, в которые мы участвуем сегодня. Все-таки у нас была такая уникальная возможность увидеть практику друг друга. Вы знаете, вот у меня большой опыт посещения различных конференций, в том числе и российского уровня, да, но вот именно практики, как таковой, то, что увидели мы сейчас, ее в таком масштабе ты не представишь. А здесь такое количество регионов, и вот, мне кажется, с комментариями экспертов, с анализом собственной деятельности, может быть, даже с предложением, как мы услышали голос ребенка, как мы это зафиксировали, вот опираясь именно на эту позицию и организуя подобные мероприятия, мы сможем решить эту проблему. Спасибо. Эксперты? Ну, я полностью соглашусь. Хочу сказать, что, знаете, очень сложно развивать в детях инициативность, самостоятельность, умение высказывать собственное мнение, аргументировать, если этого самого нет у воспитателя. И действительно, нас слишком долго из нас делали простых исполнителей, вернее, не простых, а очень творческих, но исполнителей. Давайте вот себя начинать, в противном случае мы не сможем научить детей ничему, не разовьем у детей этого всего, если у нас у самих этого не будет. Если мы сами не научимся спорить, аргументировать, отстаивать свое мнение, отходить от своего мнения, принимать чужую сторону и все-все-все остальное невозможно дать детям, если мы сами этого не будем делать. Очень долгое время страна требовала исполнителей, строителей коммунизма. Сейчас время изменилось, и не потому что строй у нас изменился, а потому что вообще время изменилось. Больно оно быстро бежит вперед, и надо с этим что-то делать. Только человек, который самостоятельно может, ну, прямо скажу, устраиваться в этом времени, только он способен, в общем-то, выжить. Спасибо. Татьяна Александровна. Ну, а я хочу сказать, опять вернуться к методологии, для того, чтобы нам услышать голос ребенка, есть методика, пожалуйста, познакомьтесь с ней структурно, попробуйте, дайте пробы в своих коллективах, и вы поймете, какие инструменты и какие модели применяются на, значит, утреннем детском совете, и еще где мы можем услышать голос ребенка. Это не только в утреннем времени, это в любое, в любое абсолютно время вы можете подслушать и услышать это то самое крамольное, что вызовет интерес абсолютно усилий. Спасибо, Татьяна Александровна. Я обращаю внимание на то, что сейчас идут курсы повышения квалификации, инновационная программа, новые возможности. И там, вы знаете, Николай Евгеньевич впервые выступает настолько критериально к пространству детской реализации, настолько он показывает много примеров, как услышать голос ребенка, и, в принципе, в программе очень много, в программе повышения квалификации, представлено материала для того, чтобы педагога поддержать, помочь ему в этой ситуации и предложить уже готовые способы, ну а там дальше компетенция разовьется. Вижу, что Оксана Валерьевна вся прям переживающая, у нее такой грустный вид. Оксана Валерьевна, Людмила Васильевна, мы вас все приветствуем. Это руководитель инновационных площадок Леникавказа. Рядом заведующий детским садом, третьим. Да что это такое? Это выход. И Мартима Георгиевна, Оксана Валерьевна, старший воспитатель. Оксана Валерьевна, как организовать рефлексии? Отвечая на этот вопрос, педагог должен понять, отчет какого вида более подойдет к прошедшему образовательному событию. И если вы отчете место для субъективности ребенка, чему я научился? И мы знаем, что рефлексия существует двух видов. Это вербальное и невербальное. И поэтому, если говорить о вербальной рефлексии, то это, конечно же, рефлексивный круг. И еще можно использовать тот момент, когда можно вернуться к интеллектуальной карте. А если говорить о невербальной рефлексии, то это, конечно же, и фотоплакаты, и выставки, и выставки рисунков, и книга. Использование вот таких вот видов рефлексии. Спасибо. Я думаю, что наши эксперты добавят. Я, честно говоря, когда я слышу про рефлексию, я больше соотношу это со взрослыми. Мне это гораздо важнее сейчас, на данном моменте. Потому что, если тема была интересная, она захватила детей, то, ну, знаете, заставлять ребенка копаться в себе, что-то там узнал, но это сложнее. Мне важнее рефлексия взрослых. И здесь я бы сказала такое самое главное условие. Рефлексия должна, взрослые, должна происходить в условиях полного доверия и безопасности. То есть не должно быть здесь в общении педагогов кого-то знающего и требующего чего-то. Здесь все должны быть равноправны. И любой педагог должен совершенно честно и открыто рассказывать о своих проблемах и получать в ответ не мнение знающего, вот я знаю, как тебе сделать, а человека, который тоже пробует, рекомендует, ну, пытается даже рядом встать и попробовать вместе. Вот это для меня гораздо важнее на данном этапе. Вот на данном этапе установления, если кто берет образовательное событие, то рефлексия взрослых, мне кажется, сейчас гораздо важнее. Спасибо. Татьяна Александровна. Я соглашусь, конечно, с этим моментом, потому что основу все-таки это здесь педагога составляет для того, чтобы вот это образовательное событие состоялось. И тут, конечно, я бы посоветовала действительно в команде у себя проработать эти инструменты и посмотреть, что можно не, знаете, не критиковать педагога, а вот в большей степени предложить, предложить что-то другое, выход какой-то. Ведь мы уже тоже в тупиковой ситуации, потому что для нас это новый продукт. Поэтому тут есть о чем поразмыслиться, есть что сделать. А что касается детей, вот тут бы я бы хотела сказать по рефлексии, рефлексии, это не то, что совсем копание в себе каждым ребенком, а это что еще мне не хватило, что я могу доработать, доделать, где могу еще себя показать, что мы можем двигаться куда-то дальше. Ведь мы же говорим, что дальнейший выход. Вот я бы видела это так. А я бы еще в рефлексию добавила то, что педагог должен понимать. Мы говорили, это прослеживалось в наших образовательных событиях, когда дети несут новое знание. Мы не можем с вами все знать. И вот здесь очень важно педагогу, начинается событие, а куда дети пойдут, я не знаю, обновите свои знания, дополните свои знания. То есть рефлексия не только, что происходит, а еще и что я могу, хватает ли мне, достаточно ли мне того, что я имею. Спасибо большое. Я бы здесь немножечко все-таки обратила ваше внимание, что дети еще пока не столь самокритичны к себе. И до семи лет, до кризиса семи лет, они иногда не видят своих дефицитов. Но можно с ними поговорить по-другому. Вот что ты не умел, а что ты научился. Что у тебя не получалось, а вот теперь получилось. Это будет им легче понять, нежели, что мне еще нужно. Все-таки давайте еще вспоминать психологию ребенка. Они еще и децентристы. Все нормально. У них все в порядке. Спасибо. 49-й детский сад. Я вас не вижу на связи, коллеги. А вот новокосиношку на ладошке. Можно добавить, что, скорее всего, можно к рефлексии еще отнести возможность ребенка вернуться к следам прошедшего события, которое оно завершается. И не всегда снимать, убирать привнесенные атрибуты, появившиеся схемы, рисунки, истории. Что ребенок не всегда может сказать вербально, озвучить свои переживания, мысли. Но вернувшись к тем говорящим стенам, к своей деятельности, то, что он воплотил, его друзья воплотили, он всегда может добавить, он всегда может что-то изменить. И это будет, мне кажется, как раз иметь такое большое значение, когда произойдет вот этот отклик ребенка. Отлично. Спасибо. Да, и когда мы составляем маршруты, в принципе, ребенок планирует, и мы по этим маршрутам можем увидеть его движение. В этих маршрутах он тоже может изменить маршрут. Поэтому мы все время говорим, говорящие стены, мы все время говорим, что они должны записывать, потому что память у них еще не такая, которую мы бы хотели с вами иметь. И эти записки, которые они делают, они в первую очередь позволяют ребенку вернуться в прошлое, но жить в настоящем. Да, уважаемая Елена Александровна. Ну, я хочу сказать, что и в самостоятельной деятельности, и в частности в игре, рефлексия очень ярко проявляется. Вот у меня прям буквально пример. Дети смотрели кукольный спектакль. После «Тихого часа» в группе они затеяли игру в кукольный театр. Причем я когда спросила, а какой спектакль вы показываете? Думала, назовут тот, который видели. Нет. Дети мне ответили. Оригинальный. Представляете, вот этим словом. Средняя группа. Это наш оригинальный спектакль, мне сказали. Если учесть, что вы живете в Чертаново, то оригинальный это точно соответствует данным местам. Класс. Спасибо большое. 49-й детский сад на связи. Очень рады. Ваш вопрос. Действия педагогов в ситуации, когда при проведении образовательного события в группе 35 человек, не все дети проявляют интерес с инициативой, например, 25 инициативных, опять не хотят принимать участие в этом мероприятии. Стоит ли их заставлять или предоставлять им свободу выбора? Вас не слышно, коллега? Не слышно. Звук включите, звук включите. А у вас наушники не включены случайно? Штырек там. Нет. Ну, звук-то вы включите. Нет, он у вас включен. Значит, что-то у вас какая-то проблема техническая. Может быть, штырек отошел у них. Ну, не слышно вас. Решайте пока вопрос. Давайте снимем. Они готовились. Решите технически, ладно? А я пока другому детскому саду задам. 59-й детский сад тоже там же сидят уже, наверное, сильно хотят ответить. Не все родители активно включаются в новую форму взаимодействия с детским садом. А нужно родителей включать в образовательное событие? Это я уже дополнила. Очень внимательно мы изучили пособие Ларисы Владимировны. И вот я прям читала вдоль и поперек и нашла такой принцип, что в образовательном событии принимают участие все дети без исключения. Но не было там такого принципа, что принимают все родители без исключения. Я думаю, что нужно принять тех родителей, которые хотят принимать участие, сказать им большое спасибо. А кто не хочет, возможно, можно им разрекламировать, рассказать. Они еще не знают, что такое образовательное событие. Ну и, в принципе, нам не нужно, наверное, не нужна такая стопроцентная включаемость с родителей. И все-таки смотря, о чем еще идет речь, да, если мы вот задали ребенку нарисовать что-то, домашнее задание, и вот он приходит и переносит рисунок, который нарисовал родитель, то что нам толку-то от этого рисунка? Это нарисовал родитель. Никакой важности для ребенка этот рисунок не несет. Ну, может быть, только гордость за маму, что мама умеет рисовать. Вот, а если это какая-то, ну, другая деятельность, возможно, там нужна помощь родителей, тогда нужно донести до родителей. Я думаю, что здесь не стоит включать 100% всех родителей. Спасибо. Пожалуйста, эксперты. Ну, я согласна полностью. Если родитель не хочет, чего его насиловать-то? Ничего хорошего из этого не получится. Только раздражение получим. А потом, знаете, родители еще тоже бывают разные. Это миф о том, что все родители прямо вах, какие педагоги. Нет, иной раз, ну, мы для этого есть. То есть воспитатель для этого. Ну, не получается. Насильно этого не сделаешь. Они все равно своих детей любят. Они как могут о них заботиться. Я считаю, что необязательно. Кто хочет, да, конечно, с удовольствием. Кто не хочет, а может, он не может. А вот я, Лариса Владимировна, нет, я не призываю к тому, что в каждое образовательное событие надо включать родителей. Но потому, насколько детский сад организует эффективные формы сотрудничества, то есть они необходимы родителям и педагогам. Мы можем судить и по образовательному событию. Потому что образовательное событие, родители видят, что дети проживают. Они сами предлагают свои услуги. Кто хочет, но не все. Я просто говорю, насколько эффективно организовано сотрудничество в данной ситуации. И поэтому уже можно судить. Знаете, когда воспитатели из кожи вон лезут, стараются как можно, но обязательно найдутся родители, которые не хотят, не могут и так далее. Ну, не могут. А это отдельная тема круглого стола, которая... Отдельная тема. 26 апреля. Пожалуйста, Татьяна Александровна. Моё мнение такое, что раз мы говорим право выбора ребенка, право выбора педагога, дайте такое же право выбора и родителей. А для этого просто нужно найти ключ информирования родителей о том, что у вас предстоит. У нас это круг образовательных событий на месяц. Он может меняться, он может дополняться. Это открытое информирование для родителей. Их включенности. Спасибо. Родители, это отдельная песня. Лебединая. 52 детский сад готовы? Итак, к вам вопрос. Как с учетом сегодняшних компетенций педагогов систематически использовать образовательные события как технологию? Как часто? Добрый день, коллеги. Значит, учитывая в данном вопросе слово компетенция, я бы хотела вот немножечко так отступить и сослаться. Что есть документы, где прописаны те компетенции, которыми должен обладать современный педагог. Другое дело, в реальной жизни владеет практически воспитатель этими компетенциями. Это уже другой вопрос. И среди них есть такие различные умения. Это и способность педагога к инновационной деятельности. Умение владеть технологиями. И, наверное, на современном этапе мы должны использовать инновационные технологии и применять их в своей работе. Но мне бы хотелось вот что сказать. Вот данная технология, образовательное событие, вот мне кажется и моим коллегам, что Ольга Евгеньевна, развернув данный марафон, мы, по-моему, стали все участниками такого большого образовательного события. Куда включились весь наш, да, все инновационные площадки и не только те, кто выступал, а все, даже весь наш коллектив. У нас вот это мероприятие приходило вот Белла Константиновна, коллега я. И у нас воспитатели тихонечко заходили, садились на диван и говорят, послушаем, что там Ольга Евгеньевна говорит, что говорит Лариса Владимировна, Татьяна Александровна. Поэтому за такой вот опыт большое спасибо. Я думаю, вот была проблема обозначена, что же такое образовательное событие. И Ольга Евгеньевна так закрутила это событие, им были и столкновения идей. И все педагоги, практики, разные детские сады высказывали свои мнения, идеи. И мы с каждым детским садом проживали это образовательное событие. А то, что эксперты комментировали, это, конечно, нам вот такой вот, наверное, мы на ступенечку поднялись и дало ясность какую-то, и структура в голове вся устоялась. Так что за это большое спасибо. И думаю, Ольга Евгеньевна, конечно, марафон закончился, но событие у нас не закончилось. И дальше будет продолжение и обсуждение темы и с Людмилой Васильевной на метод-объединениях и на наших педсоветах. А что касается планирования, вот Лариса Владимировна сказала, что образовательное событие – это равноправная единица тематической недели и проектов. И эти формы мы используем и технологии, мы их планируем, значит, следовательно, образовательное событие тоже должно планироваться. Более того, мы учитываем типы образовательных событий, это календарные традиции по инициативе педагога, которые заблаговременно эти темы известны. Поэтому мы их, конечно, в тематическом плане отражаем. И из тематического плана они попадают и в годовой наш план, отражаются эти мероприятия, да, традиции, праздники, конечно. Другое дело, уже, наверное, тематический план дополняется и изменяется в течение учебного года с учетом инициативы уже детей. А вот тематическое планирование образовательного события на основании мониторинга, который мы можем в начале года сделать, когда мы выявили дефициты, учили события в природе и общественной жизни, яркие события в жизни группы произошли, и были какие-то предложения от педагогов. Что касается, сколько раз и чистоту, вот в вопросе звучало, да, конечно, мы это определить не можем. Потому что если даже мы в тематическом плане эту тему отразили, оно у нас может в течение года поменяться и замениться или убраться вообще. Что касается календарного плана, ну, дальше вопрос будет, но я уже, наверное, скажу, что все-таки и тематический план, и календарный план, и образовательные события должно планироваться в гибком режиме, потому что это происходит и по инициативе детей, те события, они спонтанные, и много импровизаций, и поэтому в плане воспитателя будут происходить постоянные изменения. Вот у нас такое мнение. Завернули, Жанна? Спасибо. Я думаю, что Новокосино дополнит. Они руку забыли опустить. Нет, у них тоже был такой вопрос. Емкое выступление, даже дополнить нечего. Спасибо большое. Ладно, но зато точно есть сказать, что нашим экспертам. Ну, Косино, вы опустите ладошку, иначе у каждого вам будут... Задавать вопросы. Ну, я уже говорила, что образовательное событие планируется столько раз, сколько вот вы в состоянии... Ничего, это не к нам. Образовательное событие планируется по необходимости и желанию педагога. Знаете, когда первое образовательное событие организуешь, потом все равно нужен передых какой-то. Надо же это все проанализировать, как-то отрефлексировать. Поэтому однозначно, по первой, по началу это не должно быть часто. Это достаточно такое энергетически затратное мероприятие по началу, именно в процессе, пока мы учимся и очень много переживаем и анализируем. Пока не часто, но я опять же говорила, я знаю детские сады, которые вообще живут в этом и не видят тут ничего такого сложного. Для них это норма жизни и постепенно к этому можно прийти. Но это не обязательно должно быть. Вот, Лариса Владимировна, здесь ситуация связана еще и с тем, что ключевое слово – компетенции, которые сегодня появились или есть у наших педагогов. Поэтому, да, в соответствии, вот как бы вы сегодня площадка, марафон прошел, увидели наши проблемы, достижения, риски, точки роста и так далее. И вы бы нам вот как порекомендовали? У Татьяны Александровны есть опыт, она сейчас расскажет, но две минуты вам только, Татьяна Александровна. Ну, я бы однозначно не стала заставлять людей это делать часто, иначе это вызовет отторжение, поэтому нет. И, значит, по поводу компетенции, смотрите, ну мы не обладаем прям всеми компетенциями, но из каждого события педагог тоже выходит с пониманием, чего ему. Ладно, детям не достает, это мы уже понимаем, но еще и нам не достает. Я не могу, например, я понимаю, выйдя из событий, что я не могу организовать диалог. Вот это моя точка роста, я ее себе обозначила, и, в принципе, я над этим работаю. Совершенно верно. То есть мы должны понимать, что для нас это сейчас, то есть надо сначала подготовиться. Вот Лариса Владимировна как раз на самом начале предложила, что может быть территорией объединиться, обсудить, представить и так далее. Но у меня, правда, другое решение, но, тем не менее, спасибо, Лариса Владимировна, вам за идею. То есть, коллеги, не надо себя насиловать, это тоже большая профессиональная нагрузка. Ну а Татьяна Александровна предложит тот выход, который у них сегодня апробирован в детском саду. Мы на наших педагогических понедельниках, которые у нас проходят еженедельно, один раз в неделю, мы, в общем-то, обсуждаем там такие проблемные вопросы и качественные характеристики педагога. И как педагоги понимают, я выписываю буквально одно слово, в худшем случае это два слова, чтобы можно было сакцентировать внимание и услышать, что понимают педагоги. И отсюда мы тогда уже делаем соответствующие кредиты. Я хотела, чтобы вы про паутинку рассказали. Про паутинку? Паутинка это так. Значит, ну, например, она может быть и в педагогических компетенциях тоже, и у детей тоже. Например, образовательное событие для нас сегодня очень глобально. Мы ставим его в середину. Дальше мы ставим блоки, если мы говорим о педагогах, о педагогических компетенциях. Берем профессиональные компетенции педагога современного. Мы их размещаем сколько этих, 10, там, 5 компетенций, неважно сколько. И в каждой компетенции педагог говорит, вот эту компетенцию я применю в образовательном событии, и для этого мне нужно вот это, вот это, вот это. Или я понимаю это вот таким, таким-то образом. Или я смогу вам продемонстрировать свой опыт работы этой компетенции в образовательном событии. То есть, понимаете, он сам раскроется с помощью вот этой паутинки. Точно так же мы делаем и с детьми, только там в паутинке мы берем наши центры активности, которые заполняют и дети, и педагоги, и родители. И родители участвуют, да. Да, и в принципе возникло образовательное событие. Конечно. Да, здесь можно сразу же сделать и паутинку, в которой будет это наполняться. То есть, разная форма приема. Ну и потом это получается портрет педагогического профессионального роста мастерства по освоению новой инновационной технологии. Да, спасибо. И в принципе здесь родители, если паутинка будет показана в том месте, куда родители именят. Ну, у нас, вы видели наши паутинки, они размещены на одной из дверей, говорящей из пены, те, которые выходят в раздевалку. И родитель всегда, у него есть свой маркер, каким цветом он может писать и в какой активности он может принять участие. Да, спасибо большое. Пожалуйста, все-таки давайте 49-му, другим словом. Уголосим. 49-й детский. Слышно? Нас слышно? Да, слышно. Ну что ж, мы возвращаемся к нашему вопросу по поводу действий педагогов в ситуации, когда в группе 35 детей. Конечно, заставлять никого детей нельзя. На этом-то и построено образовательное событие, чтобы оно развиваться постепенно. Соответственно, и интерес у детей будет развиваться постепенно. Есть дети, которые загораются как искорки и быстро потухают. Есть, наоборот, дети, которые постепенно будут входить в весь процесс создания образовательного события. И, конечно, прежде всего мы должны основываться на интересах и индивидуальных особенностях каждого ребенка. Спасибо большое. Спасибо, 49-й. Лариса Владимировна, да или нет? Интересно. У меня сразу вопрос. Вот, а что на обычных занятиях? Вообще, очень интересную такую формулировку задали. 35 детей, и пятерым из них неинтересно. Да ладно, пятерым. Половине неинтересно. Это лучше, кто задавал вопрос. Даже на любом обычном занятии у нас всегда есть группа прорыва, которая знает все, она лезет во все. И я, как всегда говорю, для этой группы тоже еще сомнения, насколько важно это событие. Потому что они и так все знают. Мы на них не работаем. Есть дети, которым это все совершенно неинтересно. Любая образовательная форма имеет три группы детей. Тем, которые все знают, и они больше себя показывают, нежели реально что-то узнают. Группа, которая она и там, и там, вот на них и можно так хорошо работать. И группа, которая это совершенно неинтересно. Но чем интересны образовательные события, то, что оно достаточно продолжительное, и в нем всегда можно найти то дело, которое будет актуально для тех детей, которые в данном случае вот в какой-то общей такой движухе не участвовали. Но для них можно обнаружить что-то, где они смогут себя применить и таким образом поучаствовать в событии. Спасибо. Я бы здесь добавила, что здесь можно использовать опыт сингапурских технологий, хотя сингапурцы много взяли в системе российского образования. Здесь можно пойти по разному пути. Объединение детей в группах. Не только лидер с лидером, а всевозможные. И для этого можно использовать и по цвету волос, и по цвету глаз объединить детей, и предложить им разные истории. А по магии самому другу, вот он сейчас не знает. То есть схождение детей, оно имеет место быть, и объединение их может быть по-разному. Спасибо большое, коллегия. Мне кажется, если вы создадите провокацию, или если вы хорошо знаете своих детей, или если вы создадите ту ситуацию, которая интересна большинству, то дети в любом случае тянутся, если им будет, вы можете определить, вот насколько востребовано, вот видят они смысл собственной деятельности, и тогда, пожалуйста, они включаются. Спасибо. Вопрос к Марии Александровне. Коллеги, у нас не так много времени, поэтому. Мы логопедическая группа. Логопед дает нам запланированные лексические темы. В группе, например, возникло образовательное событие продолжительностью 2-3 недели. Как совместить образовательное событие с тематическим планированием, чтобы интересы ребенка логопата не пострадали и были в приоритете? Ну, вообще, коррекционную работу можно органично встроить и в конво образовательного события. Для этого нужно совместно с логопедом посмотреть, какие дефициты есть у конкретных детей этой конкретной группы. Нужно совместно с логопедом продумать, какие возможные варианты решения тех или иных коррекционных задач можно будет встроить в образовательное событие. Необязательность в рамках вот этого образовательного события отрабатывать ту лексическую тему, которую заранее логопед запланировал. Здесь можно решать и другие задачи логопедические. Это может быть и работа над фроматическим строем речи, и автоматизация звуков, и развитие фономатического слуха, речевого дыхания. Могут также и задачи по расширению словарного запаса, но в рамках уже темы обозначены в образовательном событии. То есть здесь интересы детей с речевой патологией не пострадают, если эту работу комплексно включиться, то есть подключить к работе логопеда и продумать, как это можно решить, чтобы ребенок все-таки проводилась и коррекционная работа. Кроме того, образовательное событие – это вообще уникальный формат, который способствует развитию коммуникативных, когнитивных, регуляторных способностей. И это для ребенка с речевой патологией крайне важно, поэтому отказываться в логопедической группе от такого формата, я думаю, что не стоит. Другой еще вариант. Если группа, допустим, это группа с инклюзивным образованием, когда в состав группы входит несколько детей с речевой патологией, здесь тоже встраивается коррекционная работа с этими детьми. И плюс еще здесь, может быть, что для других детей помощь этим детям в преодолении каких-то проблем при жизни вот в этом событии, это будет дополнительным смыслом. То есть может такое возникнуть. То есть еще один путь развития вот этой вот образовательного события. Может быть предложено. Да, может быть предложено. Спасибо большое, эксперты. А я своим педагогам, логопедам и педагогам-психологам, и музыкальным руководителям, и физкультурникам, я им всегда предлагаю, войдите к детям на утренний круг, войдите в свободную игру, тогда, когда у вас есть время. И послушайте детей, слушайтесь в них, и вы тоже можете поменять свои маршруты. Лариса Владимировна, да, нет? Я прям боюсь, если тут сидят логопеды, то они меня, наверное, порвут. Я очень боюсь логопедов. Не надо бояться, мы вас защитим. Сейчас объясню, почему, потому что у меня зачастую складывается впечатление, что к ребенку они относятся таким немножко механистическим способом. То есть ребенок субъект, и вот он не субъект, вернее, он объект, он должен что-то заговорить. Но, понимаете, если мы читаем Выгодского, который тоже, в общем-то, очень много работал в дефектологии, он же говорит о том, что дошкольник, все равно вот это вот сочетание эффекта с интеллектом, да, в зависимости, это, в общем-то, на первом месте. И ребенок на интересе, вот на интересе. И тогда у меня вопрос к логопедам. Откуда вы знаете, что тема обувь на этой неделе это то, что крайне интересно ребенку. Либо давайте отложим Выгодского и всех остальных, и будем вот работать по нищевой там или по кому-то. Но все-таки у нас же есть как бы основоположники и той же дефектологии, и педагогики, и психологии, которые, ну, никто же до сих пор не опроверг наших корифеев в том, что дошкольник, он особый. Его можно либо заставить, либо работать на интересе. Поэтому я боюсь логопедов. Не бойтесь, мы защитим вас. Уважаемые коллеги. Они на меня не нападают, мне детей просто жалко, когда они приятны. У них тоже есть на это определенные, ну, как бы, пояснения, почему это важно. Но вот все-таки Выгодский, он же тоже дефектолог. Он дефектолог, и потом нельзя разрывать образовательный процесс. Вот это чисто логопед, а вот это чисто воспитатель. Если мы решаем задачи и логопедической работы, в том числе и коррекционной, то это совместная работа. Ну да, и я не понимаю, неужели нельзя логопеду найти больше соприкосновения, где ребенок вот хочет, он прямо хочет высказаться, вот хочет достичь чего-то. Ну, в общем, эта тема сложная. И это, кстати, будущее Ваше обсуждение, круглые столы и так далее. А это, между прочим, еще одна ситуация, в которой педагоги должны организовать совместную деятельность. Ну вот я о ней говорила. И сотрудничество логопеда, учителя и воспитателя, в принципе, должно быть в обязательном... Договаривайтесь, планируйте, а может быть, он инициирует образовательное событие. Осталось два вопроса. Первый вопрос, Анастасия Александровна, появитесь. А можно я скажу, это педагогика сотрудничества и партнерства. Анастасия Александровна, жизнь после события, некоторые дети продолжают обсуждать, подают новые идеи и не хотят покидать данное событие. Как поступить, чтобы не нарушить эмоциональный настрой? Ну, вообще, образовательное событие – это такая интересная форма, которая, в принципе, вообще не завершается, по сути, просто развязкой. То есть она продолжает существовать. И, в общем-то, дети, которые не хотят покидать эти события, мы можем просто им предложить, ну, например, разработать книгу по их, создать книгу идеи, разработать какую-то карту событий, в которой они смогут выразить те эмоции, которые вот у них остались от этого события, и которая будет доступна им по форме. И как раз-таки здесь дети смогут еще раз пережить все те события, которые им так запомнились. Ну и, так скажем, логично это событие завершить, оставив о себе память в виде какого-то творческого продукта. Спасибо, эксперты, вам слово. Ну да, я считаю, что выводить их насильно не нужно. Вот здесь, наверное, неплохо бы, если бы после одного события была передышка какая-то, ну, там, доделать какие-то там занятия, чего у нас не вместилось в это событие. Мы же не можем все задачи предметные там решить. И в это время как раз дети, они будут доживать вот это событие. Второе, если у вас затевается все-таки новое, и оно интересное, оно постепенно перебьет, перебьет. Но останутся какие-то вещи, которые, ну, очень сильно заинтересовали. Например, у вас было событие путешествия, да, и дети как начали рисовать карты сокровищ. Ну и пусть они просто вот эти вещи, они какие-то отголоски перейдут теперь в обычную жизнь. То есть у детей появится, как бы, войдет в привычку, там, разрабатывать маршрут, готовить материалы. Но это уже в игру войдет, в какие-то другие деятельности. Если следующее событие достаточно интересно, оно перебьет несущественное с предыдущего и оставит очень существенное. Вот те как раз, те как раз результаты, которых мы добивались. Спасибо. Татьяна Александровна, да? Я бы сказала, что дети вполне могут дальше продолжать, и не нужно отрывать, если у них есть желание. Но это можно сделать. У нас легко это делается через паутинку. Они сами обозначают, если не умеют писать, то пишет воспитатель, что ребенок предлагает в таком-то центре активности вот это, вот это, вот это. И это продолжение может иметь место быть по его собственному желанию. Спасибо большое. Коллеги-эксперты, не сердитесь на меня? Я не все вопросы забыла, потому что просто уже осталось у нас всего 10 минут. Последний вопрос задаю 96-му детскому саду. Какие формы работы с педагогами более эффективны во владении данной технологией? Ну, как уже сказали ранее мои коллеги, мы просто добавим. Конечно, большая помощь, вот лично нам, безусловно, оказал марафон вебинаров, организованной Международной педагогической академией образования. После ознакомительного вебинара с данной технологией у нас была возможность задать автору, Ларисе Владимировне Логиновой, вопросы, на которые здесь и сейчас были получены ответы, что обеспечило, на наш взгляд, живую связь между выступающим и слушателями. В последующих вебинарах, где представляли опыт детских садиков по реализации данной технологии, конечно, уже со своим взглядом на данную ситуацию. И здесь хочется отметить, что очень ценно было общение с экспертами. Так как при обсуждении возникших у нас вопросов и проблем, мы получили ответы, рекомендации, и что для нас ценно были предложены способы решения проблемных ситуаций, которые у нас возникли. Высказанное мнение экспертов в дальнейшем поможет нам допустить меньше ошибок, реализуя данную технологию. Хочется отметить еще то, что от нас не требовалось продвинутых знаний интернет-технологии из-за высочайшей организованности проведения данного вебинара Ольгой Евгеньевной, что обеспечило для нас комфортное участие, и мы могли спокойно высказывать свои мысли, идеи и проблемы. В ходе вебинаров имело место, конечно, и самообразование педагогов, потому что мы, слушая опыт других садиков, может быть, для себя отмечали новые технологии, новые формы. Конечно, мы открывали книжки и знакомились. И сегодня уже каждым дошкольным учреждением, которое участвовало в данном марафоне, сделано и изучено много для того, чтобы организовать образовательные события. И в итоге у нас создалась пусть небольшая, но уже копилка наработок по данному направлению. Ну и что же делать со всем этим? Есть одна мудрость, которая гласит, не бойся, что украдут, а бойся, что никому не потребуется. И, может быть, мы воспользуемся этой мудростью и организуем Всероссийскую профессиональную ассоциацию педагогов. По образовательному событию. По ведению технологий инновационной программы. Потому что здесь мы уже можем производить взаимообмен педагогическим опытом, который мы наработали. Ну и задавать вопросы и слушать ответы коллег. Я думаю, это будет очень ценно. Ну и также, может быть, нам стоит создать виртуальный методический кабинет, который позволит мобильно в любое время суток получить ответ на проблему, оперативную методическую помощь и осуществить совместный поиск решений проблем. Вот такие как бы предложения. У кого-то, может быть, есть еще предложения? Конечно. Возможно. Меня напрягло немножко мобильно, оперативно в любое время суток получить ответ. А представляете, они решили мало того, что марафон три недели, да, я на износе, еще и ночью будут бесплатно. Мы имеем в виду, что будут записи, будут помощь нам всегда. Такая помощь, конечно. Молодцы, 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 идеи классные. Давайте мы вас остановим, потому что... Спасибо большое, Марина, отлично. Лариса Владимировна, Татьяна Александровна. Внутри коллектива эффективно пропустить через себя, пока ваша педагогия не познает саму технологию, пока они ее вам не продемонстрируют и своим коллегам, пока они не увидят те точки, где у них есть проблемные поля и точки своего роста профессионального, вот это и будет эффективно. Неважно, через какие, скажем, кейсовые технологии вы это будете осваивать. Это может быть вообще, например, метод пяти шляп, но через нее как раз мы и собираемся тоже, у нас будет этим билдинг, имеет метод пяти шляп, вот это 26-го часа у нас будет такой вот интерактивный эпицер. Мы уже рекламу сделали, приедем к вам. Приезжайте. Не я, конечно. Лариса Владимировна, пожалуйста, у вас есть какие-то? Я только повторюсь, доверительный разговор, совершенно безопасный разговор в коллективе, когда ты не будешь бояться, что вдруг я сейчас что скажу, а это вот глупость. Только это честное обсуждение, честные проблемы, высказывания и действительно искренняя помощь со стороны коллег. И опять еще вот эта вот больная тема, руководители, старшие воспитатели. Вот как бы сделать так, чтобы вы были абсолютно вот коллеги-коллеги, а не начальник, который приказал что-то выполнить. И через неделю педагог должен что-то представить. На мой взгляд, старший воспитатель – это человек, который почти как тьютер. Он в какой-нибудь группе, он должен быть достаточно часто, не только бумагами заниматься. Он должен буквально вставать рядом с педагогом, что-то там подсмотреть и буквально тут же на месте. А давай мы вот здесь вот сейчас вот такой вопрос задаем, посмотрим, как это будет. То есть это вот такой вот напарник, который, ну, может быть, даже и сам не очень хорошо знает, но он также в позиции исследователя. И вот сейчас вот действительно идет речь о том, что воспитатель и старший воспитатель, они не просто исполнители чего-то, они еще исследователи. Исследователи внутри своей маленькой группы. И вот такие формы работы, они, наверное, принесут результат. По крайней мере, мы тоже видим, как это работает. Оно работает хорошо. Доверие, безопасность в обсуждении. Я думаю, что это очень важное замечание, Лариса Владимировна, потому что научить детей партнерству, научить взаимодействие, педагог, который находится под прессингом, или педагог, который диктует ситуацию, это очень сложно. Мы в любом случае транслируем на детей тот опыт, который имеем, тем знания, которыми мы обладаем. Поэтому если в коллективах будут вот такие коллективы, которые обсуждают на равных предложения, замечания, незамечания, как это было на нашей площадке, поначалу вообще принимали в штыки, была вообще защита. Только потихонечку мы раскачали, но у нас есть прессингент все равно защиты. И вот когда вы понимали, что нам ведь не наругать, нам ведь не сказать, что это неправильно, это имеет место быть. И когда вы под конец уже начали анализировать себя, и вот не только сегодня, а уже на этой неделе полностью и на прошлой начали тоже, говорить о том, что это нам не хватает тех компетенций, которые бы позволили переиначить, перезагрузить себя сначала, для того, чтобы организовать вот такое образовательное событие. Чтобы оно было не публичным, чтобы оно было не отчетным, чтобы оно было внутренним и работало на ребенка. То есть вот я думаю, что эта ситуация очень важна. Но мы, конечно, не все вопросы с вами обсудили, но уже, товарищи, коллеги, друзья, как хотите, спасибо вам большое за, во-первых, за поддержку, за участие, за то, что вы не побоялись, а это самое главное, свой опыт представить, для того, чтобы другие на нем тоже пообшибали себе лоб и, соответственно, взяли позиции, которые свойственны им. Мы здесь увидели разные проекты, разные тематические недели, месяца, и увидели образовательное событие. Конечно, да и до, как вот Олеся Евгеньевна, все вот идеальное образовательное событие. Мне кажется, Лариса Владимировна, это сложное, идеальное событие, если мы говорим об инициативе детей. Куда пойдет? Насколько хватит педагогу? Конечно, приемы можно показать и представить, но мы о них очень много говорили. Но идеальным, вот понимаете, вроде бы вот я организовала идеально, да, а 49 человек, 50 площадок, и если учесть, что каждый детский сад еще по два, по три подключения, то это у меня не все детские сады присутствуют даже на площадке. Поэтому идеально, мы же люди, где идеальность взять? И она тоже относительно, как правда. Есть правда для кого-то, да, а для кого-то нет. Елена Александровна снова хочет что-то сказать? Нет, нет, нет. Почему вы не хотите? Я уже привыкла к тому, что вы, когда открываетесь, вы точно знаете, что вы хотите что-то сказать. Ну и вот, в принципе, я думаю, что сегодня мы все вопросы болевые, которые были заданы, мы обсудили, узнали. Я хочу дать своим площадочникам две недели. И за эти две недели диктаторы я. Я, Лариса Владимировна, не, нет, я не демократа. Это не ваша, да, понятно. Нет, ну хотя, хотя про меня никто из площадочников не скажет, что я диктатор. Я помогу в любой ситуации, в принципе, встану с ними на позицию. Но задание до конца второй недели, то есть к концу первой недели апреля, провести предсоветы на своих площадках, обсудить образовательные события, которые вы провели, прорефлексировать с коллегами, что у вас получилось, над чем работать, как можно услышать инициативу, голос ребенка и так далее. И прислать мне резолюцию своего предсовета, в котором будет показано. Плюсы, которые вы, вот Лариса Владимировна сказала, надо отметить. Плюсы, которые у вас были в этом образовательном событии. Ваши положительные ситуации, ваши точки роста и над чем вам в перспективе работать. Я думаю, что анализ все равно должен быть. А мне будет приятно. Уважаемые коллеги, эксперты, если кто-то хочет сказать, у нас еще одна минута. Хорошо, я два слова. Я вас всех очень благодарю за то, что вы откровенно задавали вопросы и старались оппонировать. Это правильно, не надо всегда соглашаться. Мы люди, мы имеем разные точки зрения и столкновение, точек зрения – это классно. И я рада, что увидела такое большое педагогическое сообщество. Вы все молодцы. Так или иначе, вы работали и работали не покладая рук. Мы просто привыкли демонстрировать все в позитивных, красивых картинках. Давайте будем с проблемами. Вот с проблемами – это как раз площадка наша, наша история, наша задача. Желаю всем творческих успехов. Лариса Владимировна, да? Да, я вообще как бы не ожидала, что кто-то там читает книгу, обсуждает и что-то пытается делать. Ну, не то, что я не думала, но писали-то думали, конечно, об этом. Но я не ожидала, что так много людей что-то пытаются сделать. Вот. И опять же, благодарю за смелость. Понимаю, насколько это сложно, все понимаю, но рекомендую не останавливаться и попытаться найти в этом удовольствие. Удовольствие от общения с детьми. Открыть для себя детей. Вот действительно, не для того, чтобы нам об этом рассказать, а вот сами, вот увидеть как. Я вот буквально на прошлой неделе не буду называть сад, чтобы рекламировать его, но я была в группе с экспертизой, где свободная деятельность длилась более часа. Это была средняя группа, и это было потрясающе смотреть, как, по-моему, 25 или 26 детей было на лицо малышей, как они все заняты чем-то важным для себя. То есть вы можете ходить по группе и смотреть, что то, чем сейчас занимаются дети, это важно им лично. Воспитатель, он просто подходит иногда и подключается так, что-то вот либо подключирует, либо там какую-то задачу подкинет. И самое потрясающее, в группе очень спокойно, а дети заняты, творят, высказывают, они режут, они клеят, у них какие-то свои задачи они решают, у них шикарная игра идет, то есть не бойтесь попробовать отпустить детей, да, немножко отпустить. Конечно, это возможно только при условии, если у детей есть чем заняться, потому что в полупустой группе, в сплошном пластике им просто будет нечем заняться. Но если продумать хорошую среду, то детей отпускать не страшно. И опять повторюсь, педагоги, которые в это все погружаются, они выходят с тем, что по-другому они теперь работать не могут. Не могут не потому, что они разучились как раньше, просто они видят, что происходит с детьми при другой форме. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Коллеги... Попроб, проб, проб, пробовать. Сегодня, да, время такое. Но всем спасибо. Вот пишут в чате экспертам спасибо большое и всем участникам спасибо, потому что вот неоценимую услугу мы сделали каждый друг другу. Поэтому я думаю, что эта форма у нас продолжится, мы все равно будем продолжать работать. Ну, от вас, уважаемые, жду результаты пиццеряка. Всем пока. Всего доброго. До свидания. А фото на память? О черной окошке. Да, вот надо бы... Если бы все открылись, я бы сделала фото на память. Открывайтесь все. Давайте. Давайте откроемся, ведь это такое событие важное. Сейчас, пять секунд. Черные окошки. Откройтесь, пожалуйста. Регина. 107-й, 77-й, DS4, iPod, Ольга, Наталья Ходько. Ну, открывайтесь. Регина Мсостова. Мостова. Мсостова, да. Так. Ждем, ждем. 107-й. Откройтесь, пожалуйста. Светлана Анатольевна, Раиса Азрякова. Это знаете, о чем говорит? О том, что люди не присутствуют. Да, они убежали, убежали. Как мы вас поймали, продиагностировали. Хотим, а Харитоном на! Наталья Ходько! Ну, ладно. Фотографирую, кто есть. Кто есть. Привет, красавица. Зато там сразу по несколько. Точно. И фото в чат. Все? Все, коллеги. До свидания. Всем спасибо. До свидания.